Здравствуйте, уважаемые коллеги! Большое спасибо за приглашение поучаствовать в этом симпозиуме. И я хотел бы рассказать пока сугубо предварительные результаты о генетической характеристике вирусов SARS-CoV-2, выявленных на территории России, по данным наших генетических исследований, проведенных в НИИ Гриппа. Большое спасибо за просмотр! Подавляющее большинство этих случаев приходится на Московский регион, Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и в Уральском федеральном округе Свердловская область. Пандемия COVID-19 пришла в Россию позже, чем в другие европейские страны. И, по-видимому, в регионы Российской Федерации пандемия COVID-19 может прийти позже, чем в столичные регионы, те регионы, которые перечислены сейчас. Пока идет настройка переключения слайдов, я продолжу. Для понимания распространения коронавирусной инфекции очень важно понимать, какие-то ПЦРТ-системы для этого используются. Существует несколько рекомендованных в Всемирной организации здравоохранения ПЦРТ-протоколов, на которых базируется большинство ПЦРТ-систем. В нашей практике мы использовали как протоколы зарегистрированные, те системы зарегистрированные в Российской Федерации, такие как те системы Государственного центра вирусологии и биотехнологии Вектор, так и протоколы клиники Шерите и протоколы Гонконгского университета для выявления положительных образцов. Если мы обратимся к схеме на слайде, которую, я надеюсь, вы видите, разные ТС-системы, разные протоколы имеют разные мишени в геноме коронавируса. Большинство ТС-систем нацелено на ген нуклеопротеина N, в том числе ТС-системы Вектор и разработки Вектора ее производные, ТС-система Гонконгского университета, ТС-система Китайского центра по контролю за заболеваниями. И понимание того, на какие мишени нацелены ТС-системы, важно для мониторинга изменчивости сайтов связывания праймеров. С марта 2020 года по настоящее время у нас в лаборатории было протестировано почти 23 тысячи образцов, выявлено 1756 положительных образцов, для части из которых мы провели генетический анализ. Здесь следует отметить, что соотношение этих цифр не отражает реальную распространенность коронавируса, так как мы, это комбинация довольно сложных выборок. Там часть этих цифр это сплошное скрининговое тестирование, часть это подтверждающее тестирование из коронавирусных стационаров, поэтому не стоит делить эти цифры друг на друга. В секвенировании SARS-CoV-2 существует два принципиальных подхода. Это секвенирование выделенных изолатов SARS-CoV-2 и секвенирование вирусов из первичных материалов, которые представляют значительно больший интерес в связи с возможностью анализировать изменчивость и минорные варианты, присутствующие в пациенте, в инфицированном. Технически существует, технически в 33% случаев в мире для секвенирования коронавирусов используется платформа Oxford Nanopore, Minion. Практически в 60% случаев используются технологии Illumina различные, это MySec, HiSec, NexSec. Остальные технологии используются значительно реже. Нами как раз была использована технология Oxford Nanopore, Minion. Первым шагом является полногеномная амплификация вирусов SARS-CoV-2. Для этого используется 98 пар праймеров, объединенных в два пула праймеров, в результате чего получаются ампликоны примерно длиной около 400 пар оснований, перекрывающие всю последовательность генома. Мы использовали немного модифицированный нами протокол Arctic Network, ссылка приведена на слайде, и Sequenator Minion. У Sequenator Minion есть целый ряд недостатков. Это качество получаемых данных и полногеномная амплификация. По данным полногеномной амплификации покрытие разных сегментов генома было неравномерным. В среднем нам удавалось достичь из первичных материалов, отобранных по значениям сети в ПЦР-тестировании, удавалось достичь от 30 до 110 тысяч чтений на образец. Но на этом слайде вы можете видеть, что покрытие было очень неравномерным, и некоторые фрагменты генома были покрыты значительно хуже, чем другие. Красная линия на этом графике – это покрытие 100. Таким образом, наверху приведен график покрытия удовлетворительный, внизу график покрытия неудовлетворительный, по которому нельзя получить надежный консенсус. Тем не менее, у Sequenator Minion от Oxford на напор есть свои большие достоинства практически. Это низкая цена и высокая скорость проведения исследований. Так, первый секвенированный нами в марте коронавирус мы от даты сбора образца до выгрузки в Международную базу данных GISAID прошло около 4 дней всего. Какое место занимает Россия в Европе и мире по генетическим данным? В Европе Россия в настоящий момент, по данным на вчерашний день, занимает 14 место по количеству секвенсов, а в мире – 23. Если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, что абсолютным лидером по количеству генетических данных является Великобритания и британские консорциумы по секвенированию коронавирусов показывает впечатляющие результаты, обогнав с колоссальным отрывом все остальные страны. И сейчас в базе данных доступно уже практически 26 тысяч полногеномных секвенсов из Великобритании, которые позволяют проводить целый ряд филогеографических и филодинамических исследований коронавируса, которые недоступны при меньших выборках. Второе и третье место в Европе делят Испания и Нидерланды с очень большим отрывом от Великобритании, это порядка полутора тысяч последовательностей. В мире второе и третье место делят Соединенные Штаты и Австралия. Всего из России совокупными усилиями на данный момент с шести научно-исследовательских организаций было сделано 232 полногеномных секвенса, из которых в нашем институте, в моей лаборатории было секвенировано 136. Говоря о имеющихся генетических данных из России, следует отметить их географическую нерепрезентативность. Если мы посмотрим на эту карту, мы увидим, что сейчас есть 136 последовательностей из Санкт-Петербурга, которые не отличаются высоким количеством положительных подтвержденных случаев. Второй регион по количеству генетических данных – это Москва с 45 последовательностями, и остальные регионы – это единичные данные, кроме, пожалуй, Забайкальского края, где есть 10, кроме Республики Бурятия, прошу прощения, где есть 10 исследованных вирусов. У нас в лаборатории мы исследовали вирус в основном из Санкт-Петербурга, также из Ленинградской области и как раз из Республики Бурятия. По времени генетические данные из России также распределены неравномерно, и можно сказать, что здесь полностью отсутствуют самые первые случаи, и представлено самое начало подъема заболеваемости. И последние генетические данные, имеющиеся сейчас, датируются началом мая. Какие существуют генетические клайды SARS-CoV-2? Существует исходный клайд, так называемый O, и его производные. Это клайд S, L, V, клайд G и под клайдой GR и GH. На этом слайде представлен пример анализа рассылаемого консорциумом G-Sate. Здесь можно видеть динамику, общемировую распределение этих клайдов. Можно видеть, что G-клайд и его производные клайд GR и GH, начиная с марта месяца, их доля среди других клайдов постоянно росла, и сейчас они являются доминирующими. Также существует, кроме гесейдовских клайдов, существует еще два способа выделять клайды. Это так называемые генетические линии панголин и генетические клайды Next Strain. Но я для простоты буду в дальнейшем придерживаться классификации G-Sate. Чем отличаются клайды SARS-CoV-2? На самом деле SARS-CoV-2 по сравнению с гриппом и многими другими респираторными вирусами мутируют довольно медленно. И в настоящее время между клайдами нет значительных отличий, нет большого количества замен. На этом слайде приведены несинонимичные замены, которые отличают представителей клайдов. И здесь хочется отметить клайд G и клайды GH и GR. Это клайды, отличающиеся от своих предшественников, заменой D в 614 положении на G. И в подклайдах GH и GR дополнительно замены в гене в белке нуклеопротеине и в неструктурном белке 3. Сейчас появляются припринты и публикации о возможной роли замены 614 в трансмиссивности вирусов SARS-CoV-2. Сейчас, если мы посмотрим в Китае, возникают новые случаи как раз-таки европейского клайда G. Последние сообщения с рынка в Пекине. И как раз с заменой в 614 положении и с началом циркуляции в Пекине нового для Китая, но абсолютно не нового для всего остального мира и России, в частности клайда G, связано как раз много сообщений в СМИ о том, что это какой-то невероятно новый опасный вариант. Если мы посмотрим на долю разных клайдов в России и в Европе, мы увидим, что ситуация в России приблизительно соответствует тому, что мы видим в Европе лишь с большей долей клайда GR. В России GR составляет порядка 66% от всех вирусов SARS-CoV-2, G21% и GH 10%. В Европе клайдовое разнообразие чуть выше, но это связано с большим количеством данных и с большим количеством данных из начала эпидемии. Из России буквально есть единичные данные по клайдам S, L и V. Это буквально единичные геномы. По времени в России также можно видеть нарастание представителей клайда GR. И если в марте месяце мы видим представителей разных клайдов G, GH, GR и также отдельные представители V и L, то к концу апреля абсолютно доминирующим становится клайд GR. Хотя здесь опять же хочется отметить, что количество данных очень и очень и очень мало. Нами создан российский консорциум по секвенированию геномов SARS-CoV-2. И для того, чтобы получить данные, репрезентативные данные и по регионам России, и по времени сбора образцов, необходимы усилия многих организаций. И у нас есть прекрасный пример Европейской и Великобритании по тому, какие ценные данные можно получать совместными усилиями. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству всех тех, кто может и хочет секвенировать, а также тех, у кого есть образцы, для того, чтобы эти образцы можно было прислать нам. И мы провели полногеномное секвенирование их. Резюмируя, хочется сказать, что количество данных из России пока что, к сожалению, очень мало. И пока из этих данных каких-то серьезных выводов делать не приходится. Спасибо за внимание. Продолжение следует...